Мишка панк. Ай, не могу, смотрите. У нас на поросеночка Мишка похожа. Так, Юми хочет вылезти. Кстати, вот видите, сейчас Юми как делает. Это потому что я не... Я ее как раз отстригаю, чтобы... Блин, что-то выключила, так смешно. Ну никто не любит стричь когти. Привет, ребята, я Энни Мэджик, и микрофон ко мне до сих пор не приехал, поэтому я говорю в наушники от айфона. Кися Алися уже хочет гулять. Сейчас я ее отпущу. У нас тут снова намечается стройка. Если хотите, я буду держать вас в курсе и все вам рассказывать и показывать. Короче, те, кто смотрит канал, помнят, что у нас тут несколько дней было очень грязно и мокро. Прямо несколько недель, я бы даже сказала, пока таял вот этот вот весь вот снег. И собаки были ужасно грязные, безумно грязные. Сейчас время, когда клещи, поэтому я их обработала. За три дня до и за три дня после нельзя мыть собак. Но сейчас у нас все уже высохло, и прошло уже больше трех дней после обработки, поэтому я решила, что наконец-то нужно устроить всем спа. Постричь когти, подстричь где-то шерсть и помыть их, наконец, окончательно хорошенько. Потому что я надеюсь, что так как сейчас нет вот этих грязи и луж, что они не будут так сильно пачкаться, а будут пачкать только лапки. И не будет вот этих полностью грязных, если вы видели сторисы в инстаграме, кто подписан, подписывайтесь, если не подписаны. Это пипец был. Так что сегодня мы будем, ребят, мыть. Представьте, что вот эта вся земля, это была жидкая жижа, грязь, грязь, и они по ней бегали. Короче, ставьте лайк, если вы хотите больше вот таких вот жизненных роликов о том, что у нас происходит, и пишите свои комментарии, потому что они появляются тут в ролике, и я на них сердечки ставлю. Всегда их читаю, не держи меня, Юлечка. Прям идеальненько у нас Мишаня вошла в эту раковинку, прям вот прям-прям по размерчику. Я постелила вниз полотенчика, чтобы она не скользила, чтобы не нервничала. А потом уже будем ее подстригать, стричь когти, потому что не буду же я грязную сейчас шерсть и стричь. Если я их мою, я потом им даю плавать в ванне. Меня это прикалывает, и многим нравится, особенно Софише. И у меня на это лето, кроме строек наших дополнительных, планы такие есть. Купить бассейн для собак. Реально сделать им басик, чтобы они купались в нем. Я думаю, что с Мишки сейчас будет столько шерсти и столько гряди. Мишанька вообще любит массаж. Я это заметила уже давно. Я ей, когда массирую ее, когда ее глажу, она прям кайфует. Это прям чувствуется по ней, она прям хочет еще, ей нравится. Она у нас самая пушистая собака. Вот меня часто спрашивают, тяжело ли ухаживать, Аня, за четырьмя собаками и кошкой. Тяжело. Вот, например, я не идеализирую, я не говорю, что я суперидеальная хозяйка. И вот сейчас, например, был такой момент в жизни, что просто не было времени делать ничего. И в итоге у всех поотрастали когти. Поотрастала шерсть на лапах. Я, например, когда мы ходили недавно в салон с Софишей, ну как недавно, на ее день рождения. Когда мы там снимали ролик, зашел мужчина с собакой, с кардиганом, он просто пришел быстренько... Миш, мюхает шампунь такая, что это такое? Просто зашел такой в салон быстренько постричь когти своей собаки. То есть в этом смысле в городе удобнее, особенно если у вас одна собака. Если же ты живешь, как я, в загородном городе... Городе, в загородном городе. Если ты живешь в загородном доме, и если у тебя совсем не одна собачка, то это так же быстро делается, но отнимает больше времени, и ты больше можешь упустить моментов. То есть в какой-то день у тебя нет времени, в какой-то день у тебя дела какие-то, в другой день тебе лень. Всегда еще меня прикалывает, когда моешь кого-то, остальным очень интересно. Софиш, ты хочешь к нам сюда? Иди сюда. Вот, стой здесь, если так хочешь, посмотреть, как моет Мишу. София, она очень, во-первых, любит воду, во-вторых, она такая, вот во всем ей надо принять участие. Покемон, ты тоже хочешь к нам? Только Эйвон ничего не хочет. А вот Эйвон ничего не хочет. Миша просто расставила такая лапа, прям разлеглась, прям вообще такая. Вот сколько шерсти у меня. Это только у меня на руках. Крязные лапы какие у покемона, что ж раковина вся. Вот, вот, они просто-просто сели в раковину. Лысая Миша. Это кожа у нее там. Мишка панк. Ай, не могу, смотрите, на поросеночка Мишка похожа. Как вам такая прическа у Миши? Голосуйте, ставьте лайки. Мишаньки, красотки. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Вот так. Сейчас до скрипучего надо смыть все с нею, весь шампунь, потому что потом может случиться какая-нибудь аллергическая реакция. Она более аллергичная, чем остальные. Если она лакомства какие-нибудь, я другие, не наши там, платиновские, вдруг дала, у нее может начать все чесаться. Она очень реагирует, у нее кожа такая аллергичная. У остальных все будет нормально, а она будет чесаться. Или шелушиться начнет. Поэтому очень тщательно нужно, конечно же, смывать весь шампунь. Сейчас я постелю покрывало специально вот здесь. Так как я мою всех подряд и все равно прям идеально до конца всех высушить не могу. Фьена у меня нет, я не пользуюсь. И так как у Мишки очень длинная шерсть, на нее уходит обычно не одно полотенце, потому что вот это полотенце уже мокрое. Так, Юми хочет вылезти. Да, это была моя ошибка, посадить ее туда. А, все, теперь в грязи. Так, Юми, жди здесь, нельзя вылазить. Мордочка, какая мордочка. Оставляем Мишаньку. Хрюкалку нашу. Сушить. Насколько они грязные все. Вот, вот показатель. Всего лишь влажная мокрая раковина. Как только они намокли, вся эта грязь начала с них стекать. Мишань, там нормально ей сидит. Такая полотенце ей ок. Самых длинно-длинно шерстные у нас Миша и Софи. Вот ему она обиделась. Ты обиделась, да? Ты такая, вообще-то ее хотела мыться. Я сейчас вам расскажу очень личную, очень личную вещь про Софишу. Я, может быть, где-то когда-то это говорила. Короче, как вы знаете, Эйвон и Софи без хвостиков родились. Хотя по пародии Чихуахуа это не норма. Такого не должно быть. У Юми и Миши, как вы видите, хвосты большие и длинные. У Эйвена такой проблем нет, потому что у него короткая шерсть, а у Софи длинная. Из-за того, что нет хвоста, она, когда ходит в туалет по-большому, особенно, она его не может поднять, потому что его нет. И, соответственно, все, что она делает, иногда может остаться у нее на одном месте, на попе. И это очень грустная история, потому что постоянно приходится мыть это место, следить за этим. Возможно, у собак, которые по породе без хвостов, у них это продумано как-то по породе, и это нормально. Но у собак, у которых должен быть хвост, это так не работает. И поэтому Софи вечно страдает, что у нее на попе какашечки, которые мне вечно страдать, приходится убирать эти какашечки. С Софишей намного меньше шерсти, чем с Мишами, но намного больше грязи, реально. Хотя я ожидала, что Миша грязнее, чем Софи. Смотрите, прям шерсть белого цвета, белого, белого цвета, а не то, что было до этого, желтого просто. Я безумно счастлива вот этому вот лайфхаку с раковиной, который мы сделали здесь по стирочной, и вот этому вот крану, из которого выходит вот эта штука, то есть шланг. Мне это очень нравится, это реально безумно удобно. Тихо! Ать! Вот это все придется отмывать, потому что сейчас здесь все в каплях, вот тут вот все-все-все в каплях, в грязи. Пакимошка мыться у нас не очень любит. Но я почему-то надеюсь, очень надеюсь, что Юмичу полюбит бассейн. Все-таки она еще маленькая самая, и она такая вот, какая-то тоненькая, мягонькая, легенькая, какая-то малышка прям. Пакимошка. Да, ну давай я тебе помогу. Ты стоять будешь? Ты хочешь стоять, пока я тебя даю? Ты предпочитаешь стоять, Юмич? Юмич очень любит стоять на задних лапах. Шейка тонюсенькая. Мне кажется, тоньше, чем у киски Алиски, посмотрите. Посмотрите, какая тонкая шейка у покемона. Лапки моем, покемоном, лапки моем, покемоном. Сейчас задний. Помните, мы сделали ей прическу? А у Юми вот ирокез сделает мне из чего практически. У нее нет столько шерсти. Вот здесь есть шерсть, а вот здесь вот очень мало. Юми похоже на гиену сейчас, мне кажется. Реально на гиену похоже. Ты маленькая гиена, так ты не покемон. Ты маленькая гиена. У Юми в сравнении с Мишей и Софией было меньше всего шерсти и меньше всего грязи. Но, возможно, это связано с тем, что у нее, в принципе, меньше шерсти намного. Нельзя, упрыгивать нельзя. Сейчас Юмка будет беситься. Вот, я так и знала, что так будет. Она будет беситься, что все подходят. И ее, как бы, говорят ей, ага, тебя тоже помыли, да? И она психует, когда все к ней так подходят, особенно Софиша. И начинает ворчать. Она как будто бы стыдится своего позора какого-то. И начинает ругаться, когда все ее выстегивают, что она тоже помылась, что она тоже мокрая крыса. Насколько грязный Эйвен. У него тоже вот эта банданка белая. А сейчас просто, вот я же капли капала им. Просто такое жирное, серое пятно. Во-первых, он серый. Во-вторых, у него здесь еще и темная, какой-то круг просто грязи. Он ненавидит мыться. И у Эйвена очень длинные когти. Вот, там споры начинаются. Зато Эйвену легче всех мыть, потому что у него короткая шерсть. Это прям спасибо большое. Потому что короткую шерсть гораздо проще мыть. Раз-раз и все. И он уже чистый. Не надо выжимать ее бесконечно. Он очень быстро сохнет, быстрее всех. Кстати, вот видите, сейчас Юмик как делает. Это потому что я не до конца досушила. Вот не идеально высушила шерсть. И собаки таким образом вытираются. Дотираются, досушиваются. Это очень всегда прикольно выглядит. Но я сейчас все равно, конечно же, досушу полностью. Прям идеально полотенчиком. Когда я Васика домой и будем стричь всем когти. Вот, посмотрите, он аж побелел. У него шерсть. Бандана стала белая. Белая. А не то, что было дуре этого желтого цвета. Я не буду это делать долго, вам весь процесс показывать. Потому что я знаю, как вы любите, когда они молятся. А вот про стрижку когтей у меня просто несколько роликов. В том числе, как приучить стричь когти. Как правильно стричь когти. Вы просто можете почекать их, поискать. Посмотреть, если вы хотите сами, как и я, стричь когти собаки дома. Моля, деть мой мальчик. Моля, деть мой мальчик. Мокрые насквозь 4 полотенца. Вот, посмотрите, ребят. Помыли собачек. Пипец, просто сколько грязи и шерсти. Так, вот здесь у меня есть когтерез, ножнички всякие разные, расчесочки. Сначала подстригаю шерстку вот здесь на лапках, чтобы было видно коготки. Ну и вообще, чтобы грязь на эту шерстку не зацеплялась. Видели, наверное, сторисы. Как Миша ходит, а у нее такие подушечки лап. Просто такая лепешка. Черная лепешка из грязи. Я сейчас все переверну, так будет намного проще. То есть, вот эту вот шерстку, которая здесь, между подушечками, я ее как раз отстригаю. Ой, прости. Я ее как раз отстригаю, чтобы не было вот этой вот грязи нацепляющейся. Ну и вообще, собаке гораздо лучше, комфортнее, удобнее ходить, если здесь у нее все аккуратненько подстрижено. Так, ну вот просто берем коготок и аккуратненько отстригаем так, чтобы вот здесь сосудик не задеть, чтобы кровь не потекла, потому что остановить ее очень тяжело. Ну вот, все. Все, 5 секунд, раз и все, раз и все. Ну никто не любит стричь когти. Ну, все хорошо. Все нормально. И все равно напряжение чувствуется, то есть никто не хочет этого делать. Молодец. Молодец. До того, как ребята сейчас отправятся на свою вечернюю прогулку, я хочу показать вам, какие они чистые, какие у них лапки красивые. Мишанька тоже подстриженная и спереди, и сзади. Да, красивая, и Софиша чистая, красивая. Попку подстригли ей. А сегодня видео, мне кажется, и так получается слишком длинным, так что переходите по ссылкам на новые видео на других каналах, они будут там внизу. Ставьте лайк и увидимся скоро в новых домашних жизненных видео. Все, все, пока.